Друзей многое завела, сложно было. Соперники некоторые сложные, некоторые слабые. Ну, впрочем, были и сложные. Первые четыре поединка я провела выигрышем. В пятый поединок мне встретилась девочка. Она выше меня на две головы. И она очень хорошо бьет передней рукой, и за это я ей проиграла. Дальше на третий-шестой поединок я выиграла за третье место. Потом оказывается то, что уже на другом татаме у нас уже было кумите. И мы сразу побежали на кумите. Там мы с девочками первый раз выиграли. Второй раз я встретилась опять же с этой девочкой. Но я в этот раз ее выиграла. Да, я встретилась. Я поздравляю от лица комиссии по спорту и физической культуре Общественной палаты Саратовской области Женю с очередной победой, с очередной наградой. Это очень здорово, что у нас в Саратовской области есть такие замечательные молодые спортсмены. Мы с своей стороны всегда стараемся поддерживать, особенно учитывая, что это детский спорт, а без детского, как известно, не бывает и взрослого. Поэтому это наша основа, наше будущее. Это именно те люди, которые завтра будут представлять Россию на международной арене. И очень приятно, что к нам присоединяются и просто общественники, и предприниматели, такие, например, как Константин, и тоже включаются к помощи спорту. Поздравляю Евгению Фурцеву с победой, с возвращением на нашу землю. Также поздравляю ее тренера, родителей и всех болельщиков. Кто болел за Женю, следил за ее успехами. Считаю, что завоеванная награда – это дорога не только для Евгения и ее команды, это дорога для Саратовской области и для России в целом. Как известно, Евгения завоевала золото для России в командном зачете и получила бронзовую медаль в личном соревновании. Мне, как болельщику, хотелось бы, чтобы соревнования, турниры такого уровня проводились и на нашей земле. Продолжение следует...